Добрый день, мои любимые зрители и подписчики моего канала! Вот такой хлебушек, такую плетёночку я в час ночи готовила со своими любимыми зрителями на стриме. Они видели впервые плетёночку, а для вас я вот сняла прекрасное видео. Ну, давайте начнём. Я для начала просеяла муку. Я решила по-другому на этот раз сделать опару. У меня мука отличная. Алтайская мука, я всем рассказывала, что я заходила в магазине, эко-магазин Сибирячка, и там по скидке продавалась мука 78 рублей за 2 килограмма. Это супер! Добавляю в муку 11 грамм дрожжей. У меня дрожжи финские. Я привыкла уже с ними работать. Все, кто меня смотрит, уже знают. Добавляем столовую ложку сахара для того, чтобы наши дрожжи быстренько проснулись. И тёплую воду. Размешаем аккуратненько наши дрожжи. Ещё чуть-чуть водички добавим. И, конечно, накроем наше тесто, опару, полотенцем. Будем ждать минут 10-15. Я думаю, не больше. И наша опара будет готова. Посмотрите, какая опара! Как она у меня запузырилась! Пористая такая стала! Супер просто! Но будем готовить тесто. Добавляем одно яйцо. Размешаем хорошенько. И дальше добавляем молоко. У меня молоко тёплое. Добавим наше молочко. И будем вымешивать тесто. И ещё добавляем соль. Я чуть не забыла, девочки, про соль. Прикиньте! Вот хозяюшка какая я! Ничего, вовремя исправила. Вымешиваю тесто руками. Добавляю чуть-чуть масла. Уже у меня и масло закончилось почти. И вымешиваем, вымешиваем до того, пока наша рука не будет чистенькая. Мне мама всегда говорила, вымешивай тесто, пока руки не будут чистые. Вот тогда уже тесто будет хорошее. Сама поймёшь. У меня не только руки чистые стали, но и миска. Посмотрите! И миска чистая, и мои ручки чистенькие. Отличное тесто. Ну, я дальше буду стараться вымешивать на столе. Тесто нужно обязательно вымешивать долго. Чем дольше мы будем вымешивать тесто, тем у нас получится отличный хлебушек. И не только хлебушек. Все изделия мучные любят наши тёплые ручки. И вот уже и масла нет. Вот видите, всё использовала. Ну, капелька у меня. Хватит мне вот промазать нашу мисочку. И оставим наше тесто, чтобы оно увеличилось в объёме. Где-то в 2-3 раза. Накроем снова моим любимцем. Вот, любимец полотенца. Вот это у меня. Я всегда... Это у меня рабочее для теста. Именно полотенце. Посмотрите, тесто какое у нас стало. Пышное. И постараюсь сейчас аккуратненько делить это тесто на три ровные части. Я надеюсь, у меня это получится. Аккуратненько, не спеша, ручками. Я даже нож не использую. Моя мама всегда так готовила. Это сейчас так принято выпендриваться. А, у нас всё руками. Делаем такие три жгутика. И буду плести, как косичку, девочки. Вот, я сплела нашу плетёночку. Перенесла на противень. Накрыла полотенцем. И даём также подняться. Наше тесто уже увеличилось снова в объёме. Берём одно яйцо. Яйца у меня домашние. Мешала с молоком. И промазала нашу плетёночку. Пока плетёночка поднималась, я включила духовку при 180 градусов. И пекла её, девочки, целый один час. Мои зрители не дадут соврать мне. Я испекла ровно час нашу плетёнку. Столько у меня стрим я вела. И посмотрите, какая вкуснятина. Вот такой хлебушек я испекла. Для утра очень полезный. С маслицем бутербродики делать. Готовьте. И я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok